это факел и завтра наш фан-клуб отправит болельщиков на заключительный матч уходящего года в самару мы тоже отправимся туда но как один из нас отправится вместе с командой на поезде а другой поедет с болельщиками на автобусе а кто поедет с болельщиками а кто поедет с командой решит главный тренер дмитрий анатольевич пятибрат иду с болельщиками поехали ну что паш тебе наверно будет повеселее наконец-то наконец-то хоть разок для разнообразия съезжу с ими опасными ребятами с нашими болельщиками а команда уже стартует ну так тогда будет всем привет мы едем самару воронеже закрытый аэропорт и мы проводим дороги больше времени чем наши соперники хотите узнать чем занимаются наши ребята в дороге пойдемте я вам все покажу вот и наблюдатель подарочек вам они еще теплые Да, они горят. Часкоклад, что ли, прям? Да. Сейчас заселяемся в отель, кушаем, обедаем и уезжаем на тренировку. Иракли, расскажи нам, какой у тебя настрой на завтрашнюю игру? Настрой у нас у всех постоянно, одно и то же. Вы хотите побеждать, но, к сожалению, это не все получается, все определенные нюансы, так что об этом будем после земли разговаривать. Говорите ехать тысячу километров? Говорите в Самаре минус 7 градусов? Это не так уж и важно, когда играет факел. Для наших болельщиков неважных матчей нет. Они готовы проехать тысячу километров, чтобы увидеть последний матч команды в этом календарном году. Мне, наверное, проблема с тем, чтобы произносить какие-то добрые вещи в лицо, но просто подумайте, что вот эти вот люди просто взяли и в субботу, в свой выходной день, отправились на выезд для того, чтобы поддержать свою команду. Геннадий, я видел вас в Самаре в августе, когда мы играли там в чемпионате. Почему вы снова здесь? Потому что команда факел снова едет в Самаре. Я не могу оставить команду, свою любимую команду всей жизни, без поддержки. Я очень хочу, я верю, во-первых, команду всегда. Я очень хочу сказать спасибо команде за великолепный сезон. Это просто был фантастический год. Они просто нам подарили праздник на всю оставшуюся жизнь. Вышли в высшую лигу, провели феерический старт в сезоне. Продолжают биться в каждом матче. И я просто не могу не поддержать того. Весенский ли освещает путь. И звезды давят нам на грудь, не продохнуть. И воздух ядовит, как луч. И пусть вернуть, не где шернуть. И не пройти нам этот путь, что в туман. После ночи в автобусе все, конечно, немного помятые, но очень довольны. Скорая игра. Здорово, мать. Жив? Если честно, это вообще не напоминает гостевой матч. Самару просто не слышно. Ребят, вы где? Наши болельщики на пятом этаже стадиона. Но, тем не менее, все слышно, все чувствуется. Это Александр Николаевич. Он проделал тысячу километров, чтобы поддержать нас в матче, который кто-то считает совершенно неважным. Вы, видимо, с этим не согласны? Я не согласен с этим. Совершенно согласен. Я хочу, чтобы Фангл остался в премьер-лиге. Обязательно. И прошу всех, что нас болеть всегда. Ходить больше народу на стадион. Чтобы все было хорошо у нас. Всегда. Как вам дался этот путь? Отлично. Я справляюсь с этим делом. Хотя мне 69 лет, но я справляюсь с этим делом легко. Это Ира. И Ира пытается подсчитать, какой у нее сейчас выезд. Какой по счету? Давай считать. ЦСКА, Самара, Невненовгород. ЦСКА, Самара, Невненовгород. В Больши, Химки, Оренбург, Екатеринбург. Находится ужасный опыт. И, получается, в целом Самаре. Откуда такая страсть к футболу? Я в прошлом сезоне случайно зашла на первую игру. Это важная с палочкой. И все. Как я увидела восточную трибуну, и поняла, что это не боль всей моей жизни. На Восток. Да. Ну что, наш выезд подошел к концу. И он принес самые положительные эмоции, несмотря на результат матча. Лишний раз убедился, что главный актив клуба – это болельщики. Больше ста человек на гостевом секторе, на игре, которая, казалось бы, не имела никакого турнирного значения. Тысячи километров, мороз – все это не помеха настоящему факелону. Гоняйте на выезда и болейте за факел. Спасибо. С зимойю! И леса! И фужу! И зной! И дамы больные! За факел родной! И я обновляю! Ладья, за дорогу, на герои! На тропе! Наша детская выезда! Лига!